Итак, приветствую, друзья! Всем огромный привет! Сейчас покажу интересную квартиру в центре, в центре, в центре Сочи. Некоторые из вас покупают в полтора раза дороже на северном склоне Битхи. Да-да-да, поэтому эта квартира для умных, грамотных, образованных и для тех людей, которые заработали деньги, о которых просто досталось, что они могут там по 400-500 тысяч рублей покупать себе всякую дичь в стройке. Я покажу вам квартиру с ремонтом, с техникой и, соответственно, еще и с мебелью. Свежий ремонт, все хорошо сделано, все как вы любите. Находимся мы с вами на улице Первомайская, там, где у нас живет бывший-бывший-бывший мэр Сочи, вице-мэр Сочи, да, можно даже так сказать. Соответственно, здесь есть гардеробная, вот такая квартира, без малого, 98 квадратных метров. Когда вы узнаете цену, вы просто обалдетьте. Почему? Давайте попробуем во всем этом разобраться. Смотрите, кухня-гостиная, кухня-столовая, место есть для дивана, соответственно, тут же место есть у нас для того же самого телевизора, для зомбоящика. И здесь, да, имеется у нас одна такая-то, вот такая-то комната. Да, конечно же, может быть, она безъестественное освещение, но ничего страшного в этом нет. Здесь все планировки примерно такие. Такие же планировки у нас и в жилом комплексе, какой там у нас называется, вот такие же у нас и на 1-майской 19, и на 1-майской 17, и в Миллениум Тауэр такие же бестолковые планировки и так далее. Но, ребят, эти планировки у нас рассчитаны на тот самый стандарт, знаете, такой стандарт, который называется в простонародье. Вот это просто простая, даже однокомнатная квартира, поэтому есть только одно окно. Но зато, блин, посмотрите, вид на море, тихое место, все тихо здесь, спокойно. Также здесь есть кладовая. Ну, в общем, вот так вот здесь умудрились сделать ремонт. В целом, посмотрите, да, все хорошо, красиво, аккуратно сделано. И такой ремонт, в принципе, я считаю, более чем достойный. Такой вариант, я считаю, интересный. Само собой, да, может быть, немножко чего-то там докупить, может быть, там, холодильник вам докупить и так далее. Здесь, кстати, низкие коммунальные платежи, тоже большой, огромнейший плюс. Ну и, конечно же, здесь у нас тоже есть то самое такое подсобное помещение, где есть кондиционеры и где есть, соответственно, у нас индивидуальный газовый котел. Соответственно, в этом жилом комплексе жить гораздо дешевле, чем, например, в Дагомысе и тому подобное. Вид, соответственно, у нас на ту же самую зелень. Здесь рядышком идет Первомайский тот самый санаторий. Ну, в общем, вот такая-то квартира, вот так вот ее распланировали. Можно было, конечно, сделать по-другому, до конца планировку, можно было эти двери убрать. И квартира, ну, здесь была гораздо больше бы, да, сами понимаете. Но, опять же, почему не стали убирать? Для того, чтобы можно было спокойно подойти и насладиться вот именно вот здесь видом на церковь, точнее на храм, тут же морской вокзал. Ну, в общем, вот все, как вы, конечно же, любите. Ну, и, конечно же, конечно же, кто скажет, блин, планировка не та. Ребят, ну, здесь, чтобы были три световые точки, так же, как и в жилом комплексе по соседству, который называется у нас Красная площадь, это надо брать 150 квадратных метров. Но у квартиры в 150 квадратных метров, там уже цена совсем другая. Там уже ценник больше, уже такой, про категорию неподъемного. Потому что здесь, я считаю, нормальный, адекватный ценник. Ну, смотрите, квартира стоит 38 миллионов рублей, 38. Квартира с ремонтом, с техникой, с мебелью. Квартира, в свою очередь, получается, если мы пересчитаем за квадратный метр, это получается дешевле, дешевле, чем, например, даже в жилом комплексе «Остров мечты». Потому что в «Острове мечты» 78 квадратных метров вы даже за 40 миллионов сейчас не найдете. Меня просто атаковали те самые наши риэлторы и свои, и не свои, которые, в принципе, охотятся за моей квартирой. Но мы пока с Надей решили не продавать. Поэтому объявление я убрал. Ну, у всех там, как говорится, интернет помнит и так далее. Поэтому я считаю, если нужна большая площадь, да, может быть, она не совсем рационально здесь используется. Может быть, я, может быть, даже с вами, вот именно с этим утверждением буду согласен. Но в целом, в целом, я считаю, квартира довольно-таки неплохая. Свеженький ремонт. В любом случае, две изолированные комнаты есть. Вот, как бы, нехватку кислорода я здесь не чувствую. Ремонт свеженький, и много там всевозможных этих вот, в том числе и всевозможных ящиков. И с этой стороны тоже я считаю, сделано все очень даже культурно и стильно. Ну, действительно свеженький, да, вот свежий ремонт. Потому что обычно вот в этих домах, потому что этим домам уже более там 10 лет, более даже 15 лет, здесь такие ремонты называются вырви глаз. Я вам серьезно говорю, ну, это реально ремонты вырви глаз. Вот с таким ремонтом здесь что-либо найти, это, наверное, из категории больше невозможного. Потому что, ну, действительно, здесь все, что представлено, это просто какая-то дичь, просто дичь. Теперь по поводу, вот смотрите, вот я вот сейчас живу, у меня работает один кондиционер, например, кухни-гостиной. И я всегда открываю двери, и вот мы с Надей спим, и, соответственно, чтобы не было этого прямого, да, такого режима холодильника, у нас, получается, один кондиционер, который находится на кухне, он легко справляется. Потому что были, конечно же, еще варианты сделать что-то такое интересное, когда ты включаешь кондиционер непосредственно в комнате, там реально становится у нас холодильник. Поэтому вот такое решение, вот когда ты просто, например, спальня, даже дверь открывается, все равно вы будете спать, у вас будет открытая, открытая, вот эта, открытая будет дверь, и все равно будет хватать и воздуха, и будет хватать и освещения, и, в принципе, всего остального тоже будет хватать. По большому счету, и даже здесь, да, если брать с вами детскую, здесь тоже двери будут в большинстве случаев всегда открыты по одной простой причине, потому что, например, я не думаю, что кто-то из вас возьмет и захочет в детской включить кондиционер, да, у вас дети просто там перемерзнут. Вот как бы так. Так, когда резко нужно охладить квартиру, конечно же, да, можно все три кондиционера включили, и все хорошо и прекрасно получилось. В целом, коридорчик есть, все есть, 98 квадратных метров, 38 миллионов рублей, я считаю, ценник более чем адекватный. Ну, потому что мне вот сейчас недавно там тоже поразванивали, предлагали в соседнем доме там за 55 миллионов, там за 59 миллионов, и у всех у них такая планировка. Потому что квартиры, которые 150 квадратных метров, их просто-напросто никто особо не продает, потому что такие квартиры нужны самому, а не на вес золота. Хотя и эта квартира, я считаю, тоже очень хорошо. Кому, например, хочется более такой современный дом, ну, реально современный дом хочется, не хочется там, например, отрыжку там 90-х, такое, как, например, остров мечты, то для вас это идеальный вариант. Кому, знаете, есть люди, которые раньше покупали, например, Camry с тряпкой и на механике, и, например, Corolla максимальной комплектации, и брали ту самую Camry на тряпке и на механике для того, чтобы, знаете, как бы снаружи понтов было больше, чем внутри. А я, например, в то время лучше выбрал бы Corolla, да, но при этом более нафаршированную. Здесь примерно то же самое. Вот если человеку хочется там какой-то премиум, что вот все-таки 1 майский 21, это не эконом-класс, это больше, я бы сказал, бизнесу даже близко, да, это же не комфорт плюс, а бизнесу. Хороший, классный дом, 23 этажа, там, пентхаусы безумно дорогие, для них подойдет, да. Да, как бы есть определенные моменты, может быть, там кто-то скажет, как-то комната без окна, ну, ребят, так-то. По идее, вот если брать европейский стандарт, то до 100 квадратных метров это, по идее, должна быть однокомнатная квартира. Это у нас там уже из 48 квадратных метров делали двухкомнатные, трехкомнатные и так далее. А здесь было все по европейскому стандарту. Соответственно, до 50 квадратных метров это студия, до 100 квадратных метров это однокомнатная квартира, до 150 двухкомнатная квартира, И 200 квадрат-метров – это трехкомнатная. Это единый стандарт во всем мире. Но, как сами понимаете, в России у нас немножко другие стандарты. Наверное, больше из-за того, что не так много все зарабатывают, как хотели бы. В принципе, интересная квартира. Под сдачу тоже они интересные. Хорошо уходят. Поэтому, ребята, думайте сами, решайте сами. Мне лично эта квартирка нравится. Всем добра и пока!